Осенью 2011 года детское неврологическое отделение Рассказовской ЦРБ было переформировано в реабилитационное отделение для детей. Спустя пять лет отделение обзавелось аппаратами, которые уникальны не только для Тамбовской области, но даже для страны. В день открытых дверей руководство ЦРБ решило провести экскурсию по реабилитационно-восстановительным кабинетам и наглядно показать, как работают уникальные аппараты. Несколько десятков оборудованных кабинетов функционируют в детском реабилитационном отделении уже пять лет. За это время здесь побывало огромное количество детей с задержкой в психическом развитии, с нарушением опорно-двигательной системы, а также с заболеваниями ДЦП. За период нашего существования у нас пролечено большое количество детей с положительной динамикой. За 2015 год прошло через отделение 620 детей, среди них 208 детей-инвалидов. Дети проходят несколько курсов реабилитации, по два, по три, по четыре раза в год. В этом году за 10 месяцев этого года, 2016-го, пролечено в отделении 448 детей. Дети все у нас в основном с заболеваниями ДЦП, с задержкой психоречевого моторного развития, с головными болями, в том числе микронозными головными болями. Родители отмечают положительные результаты. Ваня Дворянкин проходит курс ДНС-терапии. У мальчика имеются проблемы с речью. В ходе процедуры прибор ДНС стимулирует речевые мышцы с помощью небольшого тока. Мы проводим процедуру ДНС, этот аппарат называется нейроэлектростимуляция. По точкам, вот в данный момент речевые мышцы, у него задержка речевого развития. Они приезжают, у них уже положительный динамик есть. У некоторых после первого курса лечения, у некоторых после третьего. Индивидуально зависит от ребенка. А Костя уже, какой курс у него? Костя у нас второй, по-моему, курс. Да. Сдвиги уже есть. Стал говорить лучше. Семья Дворянкиных приехала из Маршанска. Ваня проходит уже второй курс лечения. И, по словам мамы, ребенок уже знает, куда и зачем он едет. Татьяна Дворянкина отмечает положительную динамику. И в этот раз приехала не только с сыном. Да, мы уже тут второй раз наблюдаем. Первый раз мы были где-то в июне. И через три месяца мы приехали. Еще раз нам тут все понравилось. Он, когда первый раз приехал, он говорил только мам, папа. Ну, в общем, где-то пять слов. А приехали сюда. Вот он уже стал предложениями говорить сейчас. И нам очень понравилось хорошо. Мы довольны. Я даже со вторым ребенком приехала. На два года разница, чтобы проверить ее, как у нее нет отклонений. Или что, чтобы врачи посмотрели. Кроме того, в отделении функционируют кабинеты физиотерапии с уникальными тренажерами. Мотомед, который стимулирует работу мышц рук и ног. Тренажер для вертикализации детей с серебральным параличом. А также аппарат Гросса. В январе грядущего года в отделении планируют взять в обращении новые методики и новые аппараты. Из новых методик, то, что мы ждем в январе-феврале 2017 года, нам приобретают аппарат, который проводит транскраниальную микрополяризацию. Этот аппарат улучшает корковые структуры мозга, подкорковые. То есть идет стимуляция этих зон, улучшается когнитивные функции у ребенка, то есть познавательные функции, улучшается психоэмоциональное состояние и расслабляется мускулатура. Мы предполагаем, что мы будем делать не только на краниальную часть, допустим, на голову, но будем этот аппарат проводить лечение на шейный отдел позвоночника. И в таком случае мы будем лечить и улучшать состояние у детей с детским церебральным параличом, потому что как раз пойдут на токи, пойдут на конечности. В логопедических кабинетах с детьми занимаются высококвалифицированные логопеды-дефектологи. Болезнь заикания – одна из распространенных задач для логопеда. Динамика лечения отслеживается с помощью датчиков, прикрепленных к руке ребенка, и специально оборудованного компьютера. На вдохе, если ребенок уже обучен правильным диафрагмальным дыханием, закрашивается цветом, а на выдохе плавно спускается. Но мы сейчас максимум трудимся только над постановкой диафрагмального дыхания, поэтому сейчас вы видите, у нас четкости в работе не видно. Фазы работы, фазы отдыха у нас обязательно регулируются. Но это не только программа для освоения правильных диафрагмального дыхания, она вообще для формирования навыков саморегуляции своим организмом. Помимо вышеперечисленных кабинетов, в отделении имеются кабинеты физиотерапии и сенсорная комната, которая полностью укомплектована и оборудована 11 аппаратами. В здании также есть комнаты для проживания, столовая, игровые комнаты. Отделение не стоит на месте. В будущем планируется расширение здания, чтобы еще большее количество детей могли оздоровиться. Поскольку это приоритетное направление оказания медицинской помощи вот таким детям, реабилитация шагает вперед. Я думаю, что мы не исключение и нам необходимо двигаться вперед. Мы внедрять будем новые методики. Наша задача еще и сделать комфортные условия пребывания. Мы будем с согласованием управления здравоохранения расширять наши площади для того, чтобы проживание было более комфортным. Безусловно, детское реабилитационное отделение Рассказовской ЦРБ имеет даже не региональное, а федеральное значение. В Рассказово дети приезжают из Смоленска, Санкт-Петербурга, Рязани, Новосибирска. И всех детей, нуждающихся в реабилитации или лечении, с радостью принимает медицинский персонал Рассказовской ЦРБ. Владимир Иванов, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказово.